Всем большое привет, друзья! Меня зовут Филипп. Для канала Philz Android я подготовил обзор нового интересного телефона от компании Huawei под названием Honor 6+. Это флагман от компании Huawei, самый мощный, интересный, золотой, красавец от этих китайских производителей. Давайте начнем с корпуса, потому что он очень приятный. Несмотря на то, что телефон большой, да, вы видите, он, например, он даже больше, чем Sony Xperia Z3, хотя самая Sony даже большая. Он достаточно большой, но при этом он очень приятный и, ну, не сказать, чтобы он выглядел сильно как Fablet. У него 5,5 дюймов экран, при том, что сама площадь экрана по отношению к всей поверхней поверхности 73%. Это очень хороший результат. 150 мм здесь, также 7,5 мм это толщина и 165 грамм, ну, можно сказать, достаточно увесистый получился девайс. В данном случае это такой золотой вариант, есть белый и черный варианты. Здесь, я понимаю, что пластик, здесь стекло. Очень приятно выполнены вот эти кнопочки. Здесь разъем для сим-карты и microSD-карты. Видите, какая интересная камера с двумя объективами. Dual-вспышка. Трутоновская, для более правильного освещения во время вспышки. Ну, надпись Honor. Достаточно минималистичный дизайн, но в целом очень-очень приятный. В телефоне можно использовать две сим-карты. Видите, у нас два слота. Одна, причем, nano-sim, вторая micro-sim. И вот здесь под слот nano-sim можно еще поставить microSD-карточку. Вот такое интересное решение у Huawei. В целом, телефон получился очень с внешней стороны очень-очень интересный. Особенно в таком вот золотом решении. Я когда первый раз увидел его и взял в руки, я такой сказал, ого, Huawei молодцы. Ну что, друзья, давайте поговорим про экран, потому что он тоже хороший. Это 5,5 дюймов Full HD экран 1920 на 1080. 401 точка на дюйм. Хорошее разрешение. Хотя уже все перешли на Quad HD, но так или иначе, я думаю, что, конечно, такого разрешения более чем достаточно. Экран яркий, хотя не сказать, что он очень сильно удобен на солнце, но вполне юзабельный, я бы сказал. Что касается фотографий, то они получаются тоже достаточно яркими. Углы преломления у телефона тоже вполне себе нормальные. Ничего сильно, картинка как-то сильно не меняется. Так что, экран получился хороший. Ну, рамки у экрана, как сказать, приличные, так можно сказать, и не очень тонкие, и не толстые, например, как у других компаний. Есть у нас флагманы, у которых достаточно толстые здесь рамки. Здесь стоит IPS-матрица, поэтому она черный выдает. Ну, не совсем черный, так можно сказать. Но, в любом случае, как я уже сказал, мне экран нравится, он яркий и приятный. В настройки экрана можно зайти и выбрать цветовую температуру, сделать либо по умолчанию, либо более теплый, или более холодный оттенок. Ну, я думаю, что в этом нет большой необходимости. Смело можно даже сюда не заходить. Экран окей. Как я уже сказал, углы преломления, особенно в рамках рабочего стола, ну и фотографии вообще. Все очень прилично и, наверное, никаких вопросов не вызывает. Внутри этого красавца находится восьмиядерный процессор. Здесь четыре ядра по 1,8 и четыре ядра по 1,3 ГГц. Но это так, для гиков, по большому счету, простому обычному пользователю, наверное, знать нужно то, что здесь все работает достаточно хорошо, нет никаких лагов. Давайте я сейчас, может быть, запущу какую-нибудь для вас игрушечку, чтобы мы посмотрели, что все хорошо. Вот Modern Combat. Продолжение следует... А, ну вот и меня убери. Ну, как вы видели, все работает достаточно хорошо. Операция провальна, спасибо. В целом, никаких трудностей с быстродействием этого телефона я не заметил. Все работает достаточно хорошо. Единственное, как я уже говорил, наверное, ну не самая быстрая оболочка в принципе. То есть у той же компании HTC оболочка пошустрее. Но вопросов, как я уже сказал, никаких нет. Это просто придирки. Давайте я расскажу пару слов про батарейку, потому что здесь стоит большущая батарейка на 3600 мАч. И вы знаете, я бы сказал, что цифра 3600, она очень внушает доверие. Но в реальности, по крайней мере, у меня, может быть, это тестовый образец, и поэтому так получилось. Но он работает день, уверенно работает день. Но сказать, что он работает два дня, нет, наверное, это будет неправдой. Уверенно работает день. Хотя вот с таким размером, 3000 мАч, возможно, телефон мог бы работать и подольше. Но тут уж как получается. Оптимизация системы, большой экран, поэтому все это, конечно же, достаточно мощный процессор. Поэтому, конечно же, телефон берет свое, и батарейка расходится. Так что касается энергосбережения, вот раздел энергосбережения. И есть умный режим, в котором, собственно, у меня телефон работал. Можно сделать обычный режим, а есть вот энергосберегающий режим. То он, соответственно, отрубит нам интернет, оставит только телефон, смс-ки, контакты. Но зато проработает, грубо говоря, в два раза больше, чем он проработал бы в обычном режиме. Это всегда нужно, это всегда полезно, и у всех это реализовано по-разному, но везде это нужно, это 100%. Ну, выходим из него. Да, выходим, спасибо. Так вот выглядит оригинальная клавиатура. Давайте потестируем в Antutu. И посмотрим, сколько же попугаев наберет наш замечательный телефончик. Итак, друзья, как мы видим, набрал в Antutu 44 383 результат. Это больше, чем LG G3 и Galaxy S5. Но при этом это меньше, чем Galaxy Note 4, Meizu MX4. Но, в принципе, это уровень, я бы сказал, что это хороший уровень, но прошлогодних флагманов. Потому что флагманы этого года набирают уже за 50 тысяч. Но, как я уже сказал, на быстрое действие это никак не сказывается. Если вы видели, он в достаточно тяжелую игрушку играет очень хорошо. Что касается звука, в этом аппарате он звучит достаточно хорошо, но не сказать, чтобы как-то вот он неожиданно классно звучал. Нет, ну, звук как звук. Как я уже сказал, здесь есть не самый лучший вариант для расположения динамика. Давайте поговорим про свободное место на этом аппарате. Значит, на данном аппарате память у меня 32 гигабайта. Как вы видите, места достаточно. Вообще есть вариант на 16 гигабайт, вот 32 гигабайт, наверное. И можно карточку microSD засунуть. 128 гигабайт. Поэтому, по большому счету, проблем каких-то с памятью у вас не будет, даже если у вас будет версия на 16 гигабайт. Также в телефоне присутствует радио. Я думаю, что, конечно же, чем дальше мы будем уходить в цифровые технологии, тем меньше у нас радио будет присутствовать в телефоне. Но в любом случае, на данный момент радио есть, и это хорошо. Поэтому всегда можете, засунув наушники, слушать радио. Я, честно говоря, не знаю, какие наушники поставляются с этим аппаратом, потому что мне достался сэмпловый образец без коробки. Но думаю, что все окей. Радио ловить уж точно будут. Наверное, стоит поговорить про камеру, потому что камера в этом аппарате достаточно интересная. Как я уже говорил, и увидите, да? Вот так вот выглядит глазок камеры. Здесь двойная камера, ну, помимо трутоновой вспышки. Что дает эта двойная камера? Есть такой интересный режим, который называется диафрагма. Вы выставляете диафрагму, и у вас есть возможность делать расплывчатым фон, как это делается на зеркальных камерах, что всегда придает такой интересный эффект профессиональной съемки. Я могу сказать, на самом деле, что фотографии вот в этом режиме получаются очень неплохими, потому что на других телефонах тоже есть такой режим, но он там софтовый, и он не всегда хорошо обрабатывает. А здесь получается хорошая вещь. Сейчас я вам покажу. Вот, например, мы гуляли. И посмотрите, мне вот очень нравится, как он сделал фокус на ребенке, при этом очень хорошо расфокусировал и зад, и бока, и тут и лучи солнечные падают хорошо. Здесь тоже, видите, все на фокусе, сзади очень такой хороший расфокус. Приятно работает эта функция камеры. А в остальном, я бы сказал, что камера, как обычная, жалко, что она не умеет снимать какие-то замедленные, замедленную съемку не умеет делать. Это, мне кажется, уже все-таки в современных камерах должно быть по умолчанию, так или иначе. Ну вот, украшение HDR, аудиозаметки, удачные фотографии и ночная съемка. А, к сожалению, снять замедленно здесь, к сожалению, не получится. Также, естественно, здесь есть передняя камера, она 8-мегапиксельная, тоже вполне себе хорошая. Фокус на камере, ну не сказать, что он супербыстрый, но работает достаточно хорошо. Видите, он выставляет сразу экспозицию. Если что-то... Ну, мог бы работать, конечно, он побыстрее, да, но вот такой, какой есть. В телефоне есть возможность выбирать темы, заходите в раздел темы. Здесь вот разные варианты. И, например, заходим вот сюда. Смотрим, она такая симпатичная. Нажимаем. И давайте ее применим. Вот, применить. Сохранить. Все, тема применена. Видите, нам сменили и wallpaper, и сменили все иконки. Они стали неузнаваемы. Ну, естественно, сменились оригинальные, родные иконки, потому что все иконки установлены в приложении, они как были такими и остались. Некоторые темы, кстати, делают так, что и они меняются в том или ином виде. Есть эффект параллакса. Когда у нас, видите, фон задний... Валлпепер немножко двигается, когда мы двигаем. Ну, это такая штука, которая пришла к нам из айфона. Их вариант живых обоев, он достаточно приятный и симпатичный. Ну, что еще хочется сказать об этом телефоне. Он приятный, симпатичный. При каждом новом нажатии у вас будет меняться заставка. Это, естественно, можно убрать, можно поставить какую-нибудь заставку, которая будет у вас постоянно. Снизу можно включить фонарик. Ну, и так далее. Можно сразу уйти в камеру. В общем, ну, это стандартные фишки компании Huawei и оболочки, которые находятся здесь. Кстати, работает аппарат на достаточно уже не новом андроиде. Можно сказать, прошлогоднем. Потому что это андроид 4.4.2, а оболочка называется Emotion UI 3.0. Пока нет обновлений. И, честно говоря, вообще компания Huawei как-то не очень сильно обновляет свое устройство. Эмикду в плане андроида не могу сказать. При том, что буквально на днях уже будет презентован следующий андроид. Сейчас, на данный момент, пятый андроид. Здесь еще пока 4.4.2 KitKat. Но, возможно, у компании Huawei так проще живется по каким-то причинам. И поэтому вот такой результат. Кстати, друзья, я уже говорил, что мне не очень нравится лаунчер. И у меня есть всегда желание установить другой лаунчер. Соответственно, как это сделать? Потому что на Huawei это делается немножко иначе, не как на других системах. Мы заходим в Google Play. Но я люблю новый лаунчер, поэтому я его устанавливаю. Вы можете ставить, какой вам нравится. У меня вот он уже присутствует. Ну, давайте я его сейчас обновлю. Возможно, вы не знаете, что приложение нужно на телефонах обновлять периодически. Если вы поставите галочку «Автообновление», то у вас это будет происходить ежедневно, когда вы будете подключаться к Wi-Fi. Так вот, мы открываем его. И вот так, сам по себе, у нас новый лаунчер, как вы видите, работает все хорошо. Но когда мы нажимаем кнопочку «Домой», мы все равно возвращаемся в лаунчер от компании Huawei. разница в том, что когда на других телефонах вы это делаете, нажимаете кнопочку «Домой», и он предлагает выбрать, какой же лаунчер использовать по умолчанию, и вы выставляете, например, «Лом». Но здесь такого нет. Поэтому я вам рассказываю, каким образом нужно это делать. Мы идем в «Настройки». Вот у нас «Настройки». Здесь мы идем в раздел «Управление приложениями». И здесь уже мы заходим в «Настройки». И вот здесь у нас есть «Диспетчер». Это как раз и есть наш лаунчер. На данном месте стоит рабочий экран Huawei. Мы берем, включаем новый лаунчер. Да, изменить. Все. И теперь у нас уже на постоянной основе будет тот лаунчер, тот лаунчер, которым мы хотели бы воспользоваться. Мне такой вариант нравится. И, как я уже сказал, новый лаунчер мне больше нравится, чем родной лаунчер от Huawei, как минимум, потому что можно хотя бы сделать сеточку 5 иконок на 5 иконок. И, ну, гораздо больше настроек мне с этим удобнее. Система уведомлений на телефоне работает традиционным образом, как и на всех Huawei. Либо вы переходите в раздел «Значки». Здесь Wi-Fi и все остальное. Причем их можно немножко расширить и зайти в полный раздел уведомлений. И, собственно, это все дело можно еще и поредактировать. То есть берете и перетаскиваете, что вам нужно. Если вам 4G не нужно, убирайте вниз. Ну, либо, соответственно, уведомления у нас находятся в этом разделе. Перемещаться можно справа налево. Хотя вы знаете, что в современном Android уже в пятой версии там выводит это следующим образом. Во-первых, все уведомления высвечиваются здесь на экране блокировки. Ну, а во-вторых, вы просто опускаетесь. Сначала раз, а потом два. И, в общем, это достаточно удобно. Но, как я уже сказал, компания Huawei до пятерки еще не обновилась. Поэтому все по старинке. Справа и налево. Ну и, соответственно, мы какие-то уведомления выкидываем. Чтобы подвести какие-то итоги, надо, наверное, узнать, сколько же нынче, на момент мая месяца 2015 года, стоит этот телефон. Ну, предлагаю зайти в Яндекс.Маркет. Там можно посмотреть, сколько стоит и официальный этот телефон в официальных точках продаж. Ну и, соответственно, какие-то варианты серых. Итак, Huawei. Honor. Honor 6+. Вот, наверное, версия на 32 гигабайта. Давайте посмотрим, сколько он стоит. по Санкт-Петербургу. Итак, цены в Санкт-Петербурге. 25, 26, 24, 27, 27. Вот, Huawei. Я так понимаю, что это официальная цена. 25,990 на данный момент. Ну, что могу сказать по поводу этой цены? Это не 40 и не 50, как у нынешних флагманов от Samsung или HTC или Sony. Это 24 тысячи. Это вполне себе подъемные деньги. Поэтому за такой телефон хорошо работающий, достаточно долго работающий и вообще приятно выглядящий. Я думаю, что это неплохие деньги. В общем, давайте на этом тогда остановимся. Еще раз расскажу, что сегодня мы обсуждали и обозревали телефон от компании Huawei Honor 6+. Это флагман на данный момент. И я хочу сказать, что хороший девайс. Если вам нравится, обязательно загляните в магазин, покрутите его в руках и будет возможность приобретать. Спасибо всем большущим, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на мой канал Feel the Android. Ставьте лайки, если вам понравилось. Если есть какие-то вопросы, комментарии, все что угодно, задавайте. Отвечу, прокомментирую. Все. Всем пока. Счастливо. Счастливо.